Сегодня мы будем говорить о легендарных Сорелл, которые вы так часто могли видеть и в кино, и в сериалах, но в жизни оказавшихся полным разочарованием. Почему? Давайте узнаем. Итак, друзья, всем привет! И сегодня я хочу вас попросить об одной очень важной для меня штуке, о которой я в начале ролика ни разу не просил. В связи с алгоритмами YouTube я прошу вас обязательно подпишитесь на этот канал, если вам нравятся эти видосы. Если нравится этот ролик уже, то можете поставить ему лайк. Но да, мы наконец-то дозрели до Сореллов, они вообще-то так правильно произносятся. И если говорить об этих ботинках, то они появились на свет в 1962 году в округе города Онтарио на заводе Kauffman Rubber Company. И эта линейка как раз-таки одна из линейок обуви этого завода, но тут стоит сказать одну небольшую тонкость, прям такую небольшую. Дело в том, что Сорелл вообще не придумали такой тип обуви. Ее впервые придумала компания LL Bean, вы можете даже погуглить, что такое Bean Boots. И это как раз были такого типа ботинки, не совсем ботинки, правильно сказать, галоши. И были они придуманы вообще в 1911 году. Так что да, можно сказать, что Сорелл сделали какой-то плагиат. Однако да, компания выпускала эти ботинки вполне себе успешно. Но в 2000 году компания обанкротилась и ее купила, кто бы вы думали, Columbia. Она купила эту компанию, она купила вот этот вот бренд и стала производить вот эти ботинки, которые вы можете видеть на полках магазинов до сегодняшнего дня. Я хочу, кстати, обозреть эти ботинки больше, чем Carry Boots. Самые-самые знаменитые вообще ботинки, потому что они более лайтовые, как вы видите, более универсальные по дизайну и лучше, наверное, подойдут для города. Во всяком случае, я так думал, но все казалось не совсем так просто. Но да, как всегда, давайте приступим в первую очередь к деталям. Как я уже сказал до этого, данная обувь не является совсем уж традиционной, которую я обозревал раньше до этого, потому что это не ботинки, это как раз-таки, да, это галоши. Если рассматривать конструкцию в целом, то она делится на верх кожаный и низ резиновый. Если же говорить про резиновый низ, то, начиная с протектора, он не слишком такой уж и агрессивный. Можно заметить только какие-то цепкие выступы непосредственно на каблуке, который, кстати, здесь есть. Он тоже резиновый, как и практически весь низ этих ботинок. И вот этот вот черный верх и низ, они как бы приварены друг к другу, потому что вот этот вот участок бежевый, он более грубый, чтобы, соответственно, у вас протектор не стирался. А верх более податливый практически во всех местах, кроме задника. Он здесь усилен еще одним вот таким дополнительным слоем резины. С низом здесь все. Он здесь довольно простой, ничего здесь особого сказать нельзя. Но если говорить про верх, то он здесь сделан из кожи. Это фулгрейн кожа. Вы абсолютно такую же кожу могли видеть, например, на тех же North Face Back to Berkeley. То есть необработанная кожа, которая очень напоминает нутбук своей переливающейся вот такой текстурой. И вы также можете видеть здесь вот такие вот какие-то шрамы или следы, царапки на коже животного. Ну и верх присоединен к низу с помощью очень массивного тройного шва, который прошит очень толстой такой надежной нейлоновой нитью. Ты это чувствуешь, когда ты действительно держишь ботинки у себя в руках. Штука действительно какая-то неубиваемая. Но в остальном на корпусе вы можете увидеть швы только вот здесь вот на берце, на подблочном ремне возле люверсов. И сзади на вот этом ремне, который, кстати, очень помогает надевать эти ботинки, обувать, можете так говорить. То есть штука действительно прочная. И вы прямо вот на этом ремне можете как раз-таки оценить толщину этой кожи. И также обязательно деталь, которую стоит сказать об этих ботинках. Дело в том, что они полностью водонепроницаемые. Это достигается их полностью резиновым низом, который, естественно, как-то промочить водой практически невозможно. И швами, которые никаким образом не пропускают воду. Даже если говорить про язычок, то, как вы видите, он имеет клапан. Примерно до уровня третьего люверса. Я не знаю, где вы найдете в городе такие лужи. Этого вам, думаю, будет с запасом более чем. С наружной частью мы закончили. Здесь добавить больше нечего. Все-таки ботинки довольно-таки простые, олдскульные, все-таки древние. Но если говорить про их внутренности, то первое, о чем стоит сказать, это, конечно же, про их утеплитель. Да, Сорел заявляет, что здесь использовано 200 грамм на метр кубический. Что обязательно, я думаю, стоит отмечать. Потому что люди не понимают терминологию утеплителя. Думают, что здесь всего лишь 200 грамм его. Но нет, здесь использовано 200 грамм на метр кубический. Но неизвестно, какого утеплителя. Потому что Сорел не говорят, что это за технология. Скорее всего, какая-то простая синтетика. Толщину его действительно можно вот так вот нащупать. Но весь этот утеплитель покрыт сверху вот таким приятным материалом на ощупь. Который называется микрофлиз. Я с ним раньше сталкивался. Например, в стельке тех же соконей пятитысячных. То есть материал действительно очень нежный, приятный. При этом греет ногу. Что обязательно стоит отметить. И он находится здесь практически на всей внутренней поверхности этого ботинка. Но если смотреть внутрь на стельку, которая отсюда, кстати, вынимается. То можете видеть, что она достаточно простая. Здесь нет какой-либо вентиляции. Она снаружи отделана таким же микрофлисом. И в основе она содержит такую же практически пену, как у тех же соконей, кстати. Один в один. Даже вот этот материал супинатора. Это более мягкая пена. У соконей один в один. Такая штука, но которая находится, правда, на пятке. Да, она служит для поддержки вашей стопы. Но чтобы она агрессивно вам не впивалась в бок вашей ступни. Здесь пена, конечно же, использована помягче. И если говорить про размеры, они здесь довольно-таки интересные. Потому что длина этой стельки 29,5 см и ширина 10 см. И если смотреть в этом случае на бирку, то посмотрите, что мы здесь видим. Это USA 12, UK 11, европейский 45 см и в сантиметрах 30 см. Я вам советую выбирать Сореллы по европейскому размеру. Потому что те же кроссовки я всю жизнь выбирал 11 US в основном. Прям 90%. Но здесь ситуация изменилась. Потому что их действительно стоит брать на один американский размер больше вашего кроссовочного. Это обязательно. Ну и сами по себе ботинки, я думаю, не на широкую ногу, скорее всего. Да, если засунуть стельку внутрь, то можно говорить про их вес. Штука интересная. Все думают, сколько такая фиговина весит. А весит она 811 грамм. Да, тяжеловатый. Даже по меркам ботинок, которые у меня были на обзоре. Но все-таки легендарный результат Timberland. В общем, я надеюсь, что некоторые занавесы тайные я по поводу этих ботинок для вас приоткрыл. Все-таки вы знаете, как они устроены. Хоть это и галоши, но более их навороченная версия. С какими-то плюсами, с какими-то для некоторых минусами. Но давайте перейдем теперь к третьей части, которая вам откроет глаза на то, почему эти ботинки никогда не куплю в своей жизни и вам точно не советую. Ну и так как конструкция этих ботинок очень древняя. Ее очень долго не обновляли. В отличие от, например, тех же Timberland или Palladium. То здесь, конечно же, со всеми вытекающими, что называется. И первое, они каменные. Они твердые и у них нет практически никакой амортизации. То есть мы имеем здесь дело с самым обычным гамсолом, который при этом огромен и который при этом тяжел. Мало того, что они твердые, так из-за того, что у них здесь есть вот такой вот каблук, и они практически никак вот здесь вот не сгибаются, происходит такая штука, как клевание носом вперед, которое вы увидите на каких-нибудь массивных классических ботинках. То есть ты наступаешь на пятку и у тебя отсутствует какой-либо перекат в принципе. То есть ты наступаешь и у тебя сразу же носком ударяется ботинок. Это неудобно, это неприятно. Это какая-то дичь, которую я так и не смог для себя принять. И так как здесь нету таких деталей, например, как у тех же Under Armour, когда у них сзади на раструбе есть специальный разрез, чтобы у тебя нога могла двигаться по вот этой оси, и, соответственно, тебя весь ботинок вот так вот волокет вперед. И когда я шел в этих ботинках на улице, можно было подумать со стороны, что я какой-то коллега, что я какой-то инвалид. Ситуация особенно трагична для людей вроде меня, которые быстро ходят. То есть если идти неторопливым, спокойным шагом, то вроде как с этим можно смириться. Но я для себя такое не принимаю однозначно. Это не мое. И носить такое даже хотя бы из-за вот этого пункта я не готов. Второй основной вопрос это их температурный режим. По причине того, что, к сожалению, морозы так и не приходят, вроде как Новый год за окном, но снега нет, нету и никаких морозов, нету минусовых температур, поэтому я не смог их испытать. Хотя Сорел заявляет, что эти ботинки пригодны для использования аж до минус 32 градусов. Если говорить про нахождение на улице до 30 минут, то возможно. Но опять же здесь подошва довольно-таки тонкая, и у меня есть подозрение, что она очень быстро промерзнет. Хотя утеплителя здесь более чем хватает. И здесь мы переходим к другой стороне монеты. Это то, как они ведут себя в помещении. Это стало для меня таким небольшим сюрпризом, потому что они ведут себя лучше, чем, например, те же палладиумы. Здесь есть утеплитель, они непромокаемые, но при этом в помещении несколько часов в них находиться. Ну, часа 4 можно абсолютно спокойно. Ноги немножко будут спотевать, но не критично. Но все-таки полный день я бы вам не советовал у них проводить. И для таких ботинок лучше, конечно же, иметь сменку. Также такой момент, как гололедица. Я не мог здесь этого проверить, и не знаю, как они на льду работают. Но, блин, вы можете видеть все сами. Самая обычная резина, самый обычный, очень гладенький рисунок. Хоть и большая площадь соприкосновения, но я думаю, вряд ли они будут вести себя на льду адекватно. Ну, из других плюсов я здесь мог выделить только два. Во-первых, они действительно водонеприимцаемые, то есть вода сюда не попадет никаким абсолютно образом. И, во-вторых, это их необычный дизайн. Все-таки то, за что в основном любят Сореллы. Это штука, которая похожа только на Элл Бин и ни на что другое. То есть вещь действительно, которая прикольно выглядит, не совсем броская, уникальная. То есть вы такую штуку на улице вряд ли у кого-то там прям встретите сразу же. Но у кого-то можно видеть. В общем, да, дизайном этих ботинок я более-менее доволен. Но вот ценник, который, если рассматривать Россию, составляет в минимум 10 тысяч рублей. Я их купил на скидке и верну, кстати, за десятку. Такой ценник они вряд ли вывозят. Поэтому, если вы хотите найти себе более-менее лайтовые ботинки на зиму городскую, которые не промокают, то я бы вам лучше советовал бы смотреть, например, сторону тех же Тимберлендов по скидке. И, например, Палладиумы. Палладиумы при этом лучше их по этим параметрам. Да, они чуть-чуть холоднее, но при этом они такие же водонепроницаемые. Они в разы удобнее и легче, и такие же неубиваемые, как эти сореллы, насколько я о них наслышан. Ну, а в остальном я не знаю, чего добавить. Вот такие вот ботинки. Действительно простые. Хоть выглядят прикольно, хоть качество просто отличное. Но, в целом, я советовать их вам никак не могу. Ни на какие условия. Только там в лес ходить или в баню. Я не знаю, для чего другого. К сожалению, они, на мой личный взгляд, не подходят. На этом у меня для вас все, ребят. Как всегда, если вам понравилось это видео, ставьте ему лайки, подписывайтесь на канал, колокольчики, комментарии. Все вот это для продвижения канала. И чтобы я на это отвечал, вы все прекрасно это знаете без меня. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok